Глава тринадцатая Карлсон. Интересно, что она здесь делает? Людвиг Вик, пропищал голосок. Кто видел Людвига Чет-чет-четырнадцатого? Людвиг испугался. Как же так, еще узнает папа Ларсон, тут-то у самой норы. Исчезни, зашипел он, сгинь сейчас же. Чив-чив-чего это ты такой злой? Жалобно пропищала тут-то Карлсон. Здравствуй, ты чего, больше не любишь меня? Очень люблю. Если бы не любил, разве я говорил бы, чтобы ты сгинула? Вздохнул Людвиг-четырнадцатый. Зачем только ты пришла? Чтобы сказать тебе, что на вас надвигается беда. Вы в опасности. Впусти меня в дом, я не вижу тебя. Где ты? Ну, что же было делать Людвигу-четырнадцатому? Я не знаю, заколебался он. Чужим нельзя показывать вход, ведь это лисья нора. Знаю, что не пин-пин-пин-кубатор, а тебе можно было в курятник? Я ведь лисицами не пит-пит-питаюсь, запищала тут-то Карлсон. Они уже близко, я тоже в опасности, ну же, где вход? Около камня, покрытого мхом, решился Людвиг-четырнадцатый. Но тут-то Карлсон не стала дальше его слушать. Она быстро-быстро замахала своими маленькими крылышками и чуть было не прыгнула прямо на Людвига-четырнадцатого. «Идите обедать», — послышался голос мамы Ларсен из кухни. «Не хватает только Людвига». «Ну, как твой хвост, Лабан?» — спросил папа Ларсен и положил себе земляничного крема из консервной банки. «Бывает и хуже», — сказал Лабан, держа кверху кончик хвоста, на который мама Ларсен наклеила пластырь. «В следующий раз я покажу этим курам». Лабан вдруг умолк и, показывая лапой на дверь, добавил. «А вот и одна из них сама к нам пришла. Живая живехонькая, но хочет быть супом». Папа и мама Ларсены и все их дети с удивлением уставились на незваную гостью. «Такая молоденькая», — вздохнула мама Ларсен. В норе воцарилась тишина. «Разрешите представить вам мою подругу Тутту Карлсон?» — наконец промолвил Людвиг Четырнадцатый. «Тутта Карлсон!» — воскликнул папа Ларсен, и кончик его носа покраснел от смущения и удовольствия. Но тут же он гневно посмотрел на Людвига. «Помнится, я не так давно говорил тебе, чтобы ты не смел больше играть с Туттой Карлсен». «А я и не собираюсь играть», — гордо ответила Тутта Карлсон вместо Людвига Четырнадцатого. «Я пришла не играть, а спасать!» Она даже ни разу не заикнулась. «Жалкий маленький цыпленок хочет спасти самую храбрую в лесу семью лис», — засмеялся папа Ларсен. «От кого же, разрешите спросить?» «Прислушайтесь и принюхайтесь», — ответила Тутта Карлсон. Все лисы подняли носы. «Я, кажется, чую собаку», — сказала наконец мама Ларсен. «Это Максимилиан», — сообщила Тутта Карлсон. «А я слышу шаги и голоса», — сказал папа Ларсен. «Это люди с нашего двора», — подтвердила Тутта Карлсон. Папа Ларсен забеспокоился. «Ну-ка, рассказывай, что случилось?» Лисята завыли. «Спокойствие, спокойствие, еще раз спокойствие», — сказал папа Ларсен. «Нечего выть. Меня сотни раз преследовали, но я, как изволите видеть, цел и невредим». Но на этот раз по всему видно было, что и он испугался. «А почему, собственно, люди решили начать охоту на нас именно сегодня?» Снова обратился он к Тутте. «И ему кажется, что вокруг нашего курятника разгуливает уже слишком много лис. Сначала пришел один, прикрывшись старой шляпой», — она посмотрела на Людвига Четырнадцатого. «А потом, поздно вечером, пришел второй и угодил прямо в мышеловку», — добавила она. «И вот тогда люди решили выгнать вас из леса». «А как же наша прекрасная квартира», — завыли Лоттон и Линая. «Никогда у нас больше не будет такой уютной детской». «Перестаньте, девочки», — прикрикнул папа Ларсон. «Еще не родился тот, кто мог бы прогнать нас из дому». «Ты должен не разговаривать, а думать», — заохала мама Ларсон. «Ох, я-то знаю, что такое охота на лис. Сначала придет одна собака и вспугнет нас. А потом следом явятся охотники. Ты должен что-нибудь придумать, папа Ларсон». «Я уже начал думать», — ответил папа Ларсон. «Я помогу тебе думать», — сказал Лабан и сильно-сильно сморщил свой лоб. «Леопольд, ну-ка взгляни, можем ли мы вылезти через ласу камня», — начал командовать папа Ларсон. Леопольд убежал, но тут же вернулся. «Там стоит человек», — доложил он. «Лассы-старший», — приказал папа Ларсон. «Посмотри, не можем ли мы выбраться через старое дупло». Лассы-старший шмыгнул в другую сторону, вернулся, вытянувшись сообщил. «Другой человек». «Нет, нам ни за что не выбраться отсюда», — захныкали лотаны лине. «Нас обязательно поймают». «Ну ладно, сейчас как раз время открыть вам одну тайну», — спокойно начал папа Ларсон. «Из норы есть еще один лас, и знаю его только я один». «Да здравствует, хитрость! Да здравствует папа! УРААА!», — закричали обрадованные лисята. Но мама Ларсона волновалась. «Мы, конечно, можем вылезти через твой потайной вход, Но куда же мы потом денемся? Вполне возможно, что весь лес так и кишит этими охотниками да собаками. «Дайте я еще раз серьезно подумал», — попросил папа Ларсен. «А я помогу, я ведь очень хороший помощник, верно же?» — подхватил Лабан и, нахмурив лоб, задумался. Но тут сам папа Ларсен сдался. «Нет, во всем лесу не найти нам хорошего укрытия», — вздохнул он. Лабан тоже вздохнул. «Я так думаю, во всем лесу не найти нам хорошего укрытия». И тогда все в норе вдруг услышали писклявый тоненький голосок. «Я знаю одно пи-пи-пи-сключительное укрытие. Там вас ни одна такса и никакой пи-пи-пинчер не разнюхает», — это сказала Тутта Карлсон. Все прямо так и выпучили на нее глаза. «Ты шутишь!» — недоверчиво промямлил Лабан. «Где же это такое укрытие, о котором даже сам папа Ларсен не знает?» Тутта гордо посмотрела на Лисят. «Наш курятник!» Она запрыгала. «Ник-ник-ник!» Папа Ларсен не поверил своим ушам. «Спрятаться в курятнике!» «Ведь там вас ник-ник-никто не станет искать!» — продолжала Тутта Карлсон. «А когда облава кончится, вы возвратитесь сюда!» «А ты уверена, что остальным курам понравятся наши нашествия?» — спросил осторожно папа Ларсен. «Если я скажу, что вы папа и мама, братья и сестры Людвига Чет-Чет-Четырнадцатого, то вас примут с радостью!» — заверила Тутта Карлсон. «Ну что же, благодарю вас за приглашение!» — заключил папа Ларсен. «А сейчас пора выбираться через тайный лаз. Помните, никакого шума!» Вся большая семья лис незаметно прокралась через лес и через клубничную поляну. У самого двора Тутта Карлсон на минуточку исчезла в курятнике, чтобы предупредить о приходе гостей. Пока она была там, лисы прямо сгорали от нетерпения. «А если они не согласятся?» — беспокоилась мама Ларсен. «Да еще вдруг наябедничают Максимилиану!» «Давайте пока спрячемся!» — подхватили Линая и Лоттон. «Только подальше от собачьей конуры!» Но тут в дырке появилась сначала головка Тутты Карлсон, а потом и вся она. «Куда ты, куда ты? А ты, Лоттон, куда?» — впервые в жизни закудахтала она. «Милости прошу!» Семья Ларсенов вползла в курятник. Малыши, еще ни разу не видевшие, как выглядят эти дворцы изнутри, с любопытством оглядывались по сторонам. А папа Ларсон стоял посреди курятника и чувствовал себя немножко пристыженным. «Привет, карикатура!» — сказал он, обращаясь к Петрусу Пивуну. «Разрешите приветствовать вас!» Петук раскрыл крылья и высоко задрал клюв. «Ку-ка-ри-ка-ту-ра! Так они отвечают на гостеприимство!» — возмутился Петрус Пивун. «Надеюсь, господин Ларсон не думает, что мы станем для него еще и обедом. Нет, вы только слышали, ку-ка-ри-ка-ту-ра!» «И я хотел быть просто вежливым!» — взял себя в руки папа Ларсон и даже покраснел. «Давно я здесь был в последний раз, когда-то в молодости!» «Да, я помню!» — поддержал разговор Петрус Пивун. «Тогда я был еще маленьким петушком! Удивительно, как мне удалось вырасти!» «Тогда у меня были другие... заботы!» — сказал папа Ларсон и пошел на мировую. «А теперь я вообще уже не такой хитрый!» «Зато ваш сын — настоящее бестие!» — заметил Петрус Пивун. Лабан вытянулся, чтобы все его видели. «Вы слышите?» — прошепел он, обращаясь к лассе младшему и лотам. «Даже эта домашняя птица знает, какой я хитрый!» «Я говорю о малыше Людвиге!» — не обращая на него внимания, продолжал Петрус Пивун. «Подумать только, чтобы лис явился предупреждать кур об опасности, да еще в шляпе!» «Я предлагаю троекратное кукарер-ура! Ура! 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 В его честь!» «Ура! Ура! Ура! Да здравствует Людвиг! Да здравствует шляпа!» — запищали цыплята. «Ваша дочь тоже очень способная!» — похвалил Папа Ларсен Тутту. «Если бы не она, нам бы туго пришлось. Я всегда говорил, что Тутта и Людвиг стоят друг друга, а не настоящие друзья!» «Ну, сколько можно стоять и расхваливать малышей?» — закудахтала госпожа наседка. «Давайте лучше позаботимся о наших гостях и устроим настоящий пир! Вы любите яйца?» Лисята так шумно запрыгали от радости, что самые маленькие цыплята, испугавшись, попрятались под крылышками своих мам. «Конечно же, конечно!» — продолжала госпожа наседка. «Сегодня у нас будет большая яичница!»